А вы когда-нибудь пробовали взять в руку все бумажные книги, которые содержатся всего лишь в одной электронной? Игровой посел невософт.ру Представляй лучшие игры недели НЕВООБЗОР Всем здравствуйте! Меня зовут Юля, вы смотрите видеообзор новых игр. Любители читать все чаще выбирают электронные книги. Это удобно, практично и дешево. Но согласитесь, все-таки в бумажных книгах есть какая-то своя особенная магия. В буквальном смысле заглянуть в настоящую книгу на экране компьютера вы сможете, скачав игру... Пейдж Харпер. Книга Тайн. Обзор игры представляет... Рейни. Книга, классика и квест. Вот на этих трех китах и построен совершенно необычный геймплей этой игры. После мистического вступления вы снова окажетесь за столом перед открытой книгой с вырезанными картинками, которые можно разглядывать со всех сторон. На страничках известных произведений прячется огромное множество предметов. Их надо найти и отдать персонажам, чтобы запутанная история наконец завершилась. Айвенго – доспехи. Холмсу – дневник Мориарти. В каждой главе вас ждут очаровательные мини-игры самых различных видов, а также впечатляющие видеоролики, благородные персонажи, прекрасная музыка. Звучит слишком идеально, правда? Нашелся и один недостаток – предметы настолько мелкие, что искать их придется буквально с лупой. Но если вы не боитесь кропотливых исследований, семь литературных приключений уже ждут. Мест, где можно ощутить на себе волшебство, осталось не так уж и много. И все-таки они есть. Например, супермаркеты. Чем еще, кроме волшебства, можно объяснить тот факт, что сколько раз я приходила туда всего лишь за одной пачкой чая, а уходила оттуда с полными пакетами. Почувствовать себя волшебником и взглянуть на мир с другой стороны прилавка вы сможете в игре «Супермаркет Мания 2». Обзор игры представляет… Крякша. Начинается все как обычно. Дядюшка предлагает племяннице открыть свой собственный мегасупермаркет в одном из солнечных городов. Бизнес для местности новый, но если его правильно организовать, то можно быстро разбогатеть и построить целую сеть магазинов, чем нам и предстоит заняться. Быстро обслуживаем покупателей, успеваем раскладывать товар, следим за чистотой и зарабатываем деньги. Перед началом каждого уровня нужно сделать апгрейд внутреннего оборудования и декора. Придется планировать и расставлять приоритеты. В игре присутствует забавная система достижений. Хотите заполучить значок «Воры не пройдут»? Не допустите ни одной кражи за всю игру. И он ваш! Добавьте ко всему этому четкую графику и приятную озвучку. И поймете, «Супермаркет Манию 2» нужно срочно качать! При походах в супермаркеты эксперты настоятельно рекомендуют не покупаться на внешний вид товара. Обязательно проверьте, что внутри. Вот, например, у тигра должен быть не только полосатый мех, но и обязательно полосатая кожа под ним. Хотя, подождите, это уже, по-моему, совсем другая история. «Три дня. Тайна зоопарка». Обзор игры представляет... Блондинка смехмата. Эта игра напоминает детектив Дарьи Донцовой. Здесь хрупкая Анна спасает семейный бизнес. Из зоопарка ее дяди пропали лучшие животные, и у нее всего три дня, чтобы их вернуть. К счастью, Анна обаятельна и столько всего умеет, что диву даешься. Неудивительно, что она легко распутает дело. Да, такому сюжету сама Донцова позавидует. История подается в жанре «Я ищу». 27 глав щедро приправлены мини-играми, которые при желании можно перепройти отдельно. Пропустить мини-игру не получится, однако можно заменить ее на еще один поисковый уровень. Локации в игре интерактивны. Легкие предметы можно подвинуть, а тяжелые запросто отправить в другое измерение. Яркая незамысловатая графика позволит не напрягать глаза и сконцентрироваться на выполнении заданий. А уж их в игре хватит, чтобы скоротать за ней не один вечер. Как только поиграете во все новые игры, срочно отправляйтесь на улицу. Гулять, ведь там весна. Всем желаю счастья и пока! Я пошла. Я пошла. Она начинает оградываться. Еще раз. Что-то там. Посмеши меня. Отлично. Улыбаемся, улыбаемся. Пока. Пара-ра-ра-ра-ра-рам. Начинаем. Давай. Невосок. С игрой по жизни.